Я чувствую себя преступником! Два глазика очаровательных следят, понимаете? Красные глаза, вспоминаю, умираю, красные глаза... Не, блин, я реально умираю, красные глаза! Да не убивайся! Вот такую песню можно написать, в принципе. Микки Мания, нажмите старт! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Микки Мания. Ну, по факту, это Микки Маус Экзэ, я уже знаю. То есть, это будет жуткий хоррор во вселенной Микки Мауса. Ну, вы понимаете, как бы... Давайте нажмем старт и, в общем-то, приступим, потому что объяснять тут ничего особо. Все, кто знают, что такое Экзэ, все знают, о чем я говорю. Плейгей, поехали! Наш маленький, ушастенький, значит, ушастенький мышонок, он сегодня будет познавать на себе прелести Экзэ-вселенных, понимаете? Он сегодня будет познавать на себе Экзэшность впервые. Оу, оу, как долго ты будешь прятаться от меня, от них, Дисней! Нет, как долго ты будешь скрывать это от них, Дисней? А, понятно, я понял. Микки уже в курсе всех дел, да? Он как бы спрашивает Диснея, когда мы, собственно, сейчас покажем нашу истинную сущность. Хоррорность нашу. Я устал от того, чтобы прятать этот секрет. Оу, оу, оу! Так, ну поехали, прыгаем, значит, дальше. Вот у нас тут секрет. Секрет, он устал прятаться секрет. Секрет, что он любит прыгать по ящикам, как дебил, по-видимому. Ну, я не знаю, зачем эти ящики тут нужны. В общем, я чувствую себя преступником! А где Гуффи, где Дональд Дагг, где Плута, в конце концов? Они у нас будут вместо Тейлза, Наклза и Эггмана. Ты помнишь детей, которых ты принес в жертву, чтобы сохранить успех Диснея? Ни хрена себе, Дисней типа приносил детей в жертву, это круто. Это очень интересная, знаете, интересный взгляд на историю мультипликации. Оказывается, можно и так, да. Можно, оказывается, и так себя вообразить, ну окей. Мне все-таки кажется, что Уолл Дисней не был такой уж прям сволочью. Ну да ладно. Дисней, я только что раскрыл секрет твоего суспеха с момента начинания. А, ну и это, конечно же, вряд ли будет рисование хороших мультфильмов, да? Тут в чем-то другом будет успех. Мне очень жаль, Дисней, но я не позволю тебе обманывать детей, они должны знать правду. Ну что, дети, готовы знать правду? Я сам вырос на мультиках Диснея, сейчас узнаем правду про Диснея. Красота, красота. Прощай детство! Сейчас мы будем прощаться с детством. Охренеть, я палец порезал. Когда я успел? Подождите, а что у меня палец порезан? Я не понял. А, это я, наверное, брился, когда я брит, потому что тогда взял неудачно, точно это. Блин. Блин. Ну ладно, похеру. Сейчас, секунду, секунду. Такого у нас еще не было, у нас залечивание травм. Вот обратите внимание, если кто-то видит, не видит, я не знаю. У меня, кажется, порезанный палец, я с ним сел играть. Ничего не запачкал, надеюсь, что нет. Вот так вот экзешность проявляется неожиданно достаточно. Замотаю его во влажную салфетку, значит, и как-нибудь. Как-нибудь да приступим. Так, гавкает. Плут, походу, гавкает, я считаю. Я считаю, что это плут и гавкает. Так, а давайте-ка посмотрим, значит. Давайте-ка посмотрим, что это оно тут разгавкает. Волтик, родименький мой, Диснеюшка, это ты? А? Это ты собачку приглушил. Что мы сейчас найдем? Мертвого плута? О, господи. О, боже мой. Так, сейчас давайте я даже, наверное, немножко вот так вот опущу, чтобы вы понимали. Так, тут захватит кусочка. Твой щеночек однажды еще жил, Микки. Да я-то в курсе, что он однажды еще жил. Я-то в курсе. Я его помню прекрасно. Как он ходил там, гавкал, или нет. Ну, между прочим, между прочим, по-моему, я нашел довольно неплохую экзоигру. Она действительно имеет в себе какую-то атмосферу, знаете. Действительно есть некая хоррорность. Прям настоящая хоррорность, а не как часто бывает, клоунады, да? Хотя клоунады тоже неплохо, но иногда и хоррорность нужна. Скоро ты будешь так же орать и молить о пощаде, Микки. Да, он уже готов. Кстати, Микки удивительно оптимистичен. Он только что увидел собаку с оторванной головой, но он из-за... Что там? Все зависло. Ребята, я не знаю, что все зависло. Все зависло и все. Что я могу сказать? Что я могу сделать? Так, мы... Мы снова находимся в замечательном темном месте. Опа. Так, там какие-то бабы стонут. Уолт, родимый, что у тебя за бабы там стонут? Объясни мне. Так, салфетка вроде особо в крови не испачкана. Ой-ой-ой-ой. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Два глаза. Два глазика очаровательных следят, понимаете? Новую песню прям можно написать. Красные глаза. Вспоминаю, умираю. Красные глаза. Не, блин, я реально умираю. Красные глаза. Да не убивай, сука. Вот такую песню можно написать, в принципе. Да, замечательно. Когда эта падла выйдет из пещеры. Так, что, куда я прыгнул? Я куда-то прыгнул. Я куда-то очень активно устремился вниз. Микки, что мы делаем? Микки, мы не хотим вообще, может быть, закончить этим совсем, а? Так. А, можно ходить здесь. Итак, значит, ты совершил грех против нас, Микки. А, это Уолт Дисней говорит. Микки раскрыл тайну о Уолте Дисней, о том, что он мразь экзешная. Ему это не понравилось, да? И, значит, вес этого греха и заплата за него это смерть, расплата. Готов ли ты, Микки? Ха, всегда готов, ура, смерть! Ты для меня лишь инструмент, чтобы зарабатывать бабки, Микки. Господи, а вы представляете себе, если Уолт Дисней реально так рисовал? Нарисовал эти мультфильмы диснеевские, потом такой сидит. А, ты лишь инструмент, заработка перечеркивает. Так вот, кто его знает? Никто не видел, что делает Уолт Дисней в свободное время. У меня есть еще несколько инструментов. Так, сейчас пойду, даже Гуфи сейчас встретим и Дональда Дака, да? Разницы не будет, если я избавлюсь от одного. Разница будет охренительная, Уолт. Микки Маус это вообще символ вселенной Дисней. Теперь твоя очередь, Микки. Ни хрена себе разницы не будет. Он хочет избавиться от Микки. Да это все равно, что избавиться от Данира в кинематографе, в актерстве. От Фрэнсиса Форда Коппола в режиссуре. Страшную вещь скажу. От Влада А4 в блогинге. Да куда это годится? Куда это годится? Как можно избавиться от Микки? Не надо! Микки очень важен! Микки очень нужен! Микки! Нет! Давай, ты должен напрячь силы. Может я должен что-то сделать? Я не знаю. Его, короче, сжимают. Уолт Дисней своим кулаком его сжимает. Очень сильно, кстати. И очень долго. Мне кажется, если Микки был жив, он уже не жив. Можно уже расслабиться. Да, больно, наверное, я представляю себе. Ну чё это? А! Ты глянь. Добро пожаловать! Микки Маус Экзе, как говорится. Добро пожаловать в наш... На наш дружный канал Декарта. Теперь и ты тоже стал экзешной мразью. Игра окончена! Точно? А точно? А точно я спрашиваю? Да, точно. Сто процентов. Титры закончились, игра закрылась. Вот такая вот игруха, ребят. Чё я могу сказать? Вот такой вот Микки Маус. Вот такой вот Экзе. Ничего тут не попишешь, ничего тут не поделаешь. И он туда же, понимаете? Поэтому вот так. Если понравилось это видео, лайкайте. Лайкайте. Комментируйте, подписывайтесь. Жмите колокольчик, поделитесь. Вступайте в группу ВК. Все жесты перепутал. У меня жесты другие. Пока, я уже говорю, потом. Короче, вступайте в группу ВК. Жмите колокольчик. И на этом мы заканчиваем. Все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.